Благословен Господь, дающий Тору Амен Нынешняя недельная глава наша называется Бешилах Краткое содержание следующее Значит, путь из Египта Это по исходе из Египта еврейский народ двинулся в путь Значит, египтяне преследуют Израиля Переход через море Смерть египтян Песть на море, песть мирем Горькие воды в море Потом пальмы в Элим Жалобы в Син Бог обещает еду Перепела, манна, шаббат, вода из скалы И война с Амалеком Это краткое содержание А остановиться сегодня я хотел бы на нескольких моментах Значит, момент первый Песнь Маше Значит, если вы откроете Синодальный Или еврейский перевод Вот я в данном случае процитирую Из перевода Йосифона Значит Тогда воспел Маше и сыны Исраэлевы Эту песнь Господу Здесь стоит глагол воспел В прошедшем времени И в Синодальном тоже Значит И походу ситуация описывает Реально исполнившиеся исторические события То есть это факт Маше и Израиль воспели песни Значит Но интересен один момент Я на него не обращал внимания Пока не прочитал одну статью Причем обратите внимание Статью не христианскую Не мессианскую А иудейскую На одном еврейском сайте Как раз к этому отрывку И там сказано Что слово воспел Это глагол Который стоит в будущем времени В оригинале Я недолго думая Обратился к оригиналу Посмотрел И таки да Глагол действительно в будущем времени И интересные комментарии Дали в той статье Значит Говорят о том Что это не просто Здесь Тора описывает Не просто свершившийся факт Но здесь идет намек На воскресение из мертвых Когда Маше и это поколение Воскреснут Тогда они вновь воспоют эту песнь А теперь я вам хочу прочитать Кое-что из книги Откровений Значит Это 14 глава книги Откровений С первого стиха И взглянул я И вот Агнец стоит на горе Сиони И с ним 144 тысячи У которых имя Отца его Написано на челах И услышал я голос с неба Как бы шум от множества вод И как звук сильного грома И услышал голос как бы гуслистов Играющих на гуслях своих Они поют Как бы новую песнь Перед престолом И пред четырьмя животными И старцами И никто не мог научиться Сей песне Кроме сих 144 тысяч Искупленных от земли Тут написано Поют как бы новую песнь Если я предложил кому-то из вас Купить у меня Как бы новый компьютер Вы бы поняли Что это новый Или он все-таки Не совсем новый Что же это за песни Что за звуки гуслистов Это уже 15 глава Значит Со второго стиха Я увидел я Как бы стеклянное море Смешанное с огнем И победившие зверя И образ его И начертание его И число имени его Стоят на этом стеклянном море Держа гусли божии И поют песнь Моисея Раба Божия И песнь Агнца Говоря Великие и чудные дела твои Господи Божий Вседержитель Праведные истины пути твои Царь Святый Кто не убоится тебя Господи И не прославит имени твоего Ибо ты един свят Все народы придут И поклонятся пред тобою Ибо открылись суды твои Интересный момент Здесь говорится о том Что открываются суды Божии И все человечество Обращается к Господу То есть Интересная параллель Если бы те Кто писал ту статью Были знакомы Вот с этими текстами Они бы возможно Обратили бы внимание Явную параллель Там суды И здесь суды Там исход И здесь исход Там Божья победа И здесь Божья победа Там поет Маше И здесь поет Маше Маше Ну песнь Маше И тех кто Ну то есть Тут говорится Об искупленных Пришедших от великой скорби То есть Маше В этом числе нет Но я думаю Что он все таки Участвует В той Праздничной трапезе Которая там будет Организована То есть Очень интересный отрывок На самом деле Показывающий Явную связь Между Ишуа Между событиями Произошедшими В его жизни И с тем Что написано в Торе И еще один интересный момент Значит В этой недельной главе Говорится О даровании Манна И даровании Заповеди о Шабате То есть Это увязано И увязано Оно Таким вот Интересным образом Звучит оно В Торе так И сказал Господь Маше Вот Я дождем Дам вам хлеб с неба Пусть выходит народ И собирает ежедневно Сколько нужно на день Чтобы мне Испытать его Будет ли он поступать По закону моему Или нет И вот В день шестой Когда подготовят То что принесут Окажутся вдвое Против того Что собирают каждый день И мы знаем Что таки Да Сошла Манна Значит И по прошествии Некоторого времени И сказал Господь Маше Да коли будете Отказывать Соблюдать Заповеди мои И наставления мои Смотрите Ведь Господь Дал вам Шабат Посему Он и дает Шестой день хлеба На два дня Оставайтесь Каждый у себя Не выходи никто Из места своего В день седьмой Когда я читал Эти строки Мне вспомнилась Фраза Трудящийся Достоин пропитания Значит И вот Как это все Увязать Шабат Манна И трудящийся Достоин пропитания Когда мы Говорим о Шабате Об исполнении Шабата Мы как правило Думаем Об отдыхе Правильно То есть Что можно Делать Что нельзя Делать Причем Вот интересно Что если Говоришь с человеком Который знаком Ну С Шабатом Со стороны Иудаизма То там сразу Идет речь о том Что можно Делать Что нельзя Делать Значит Когда Говоришь С людьми Которые Имеют Отношение К христианству То Тут как-то Все Расплывчато Значит Но Вопрос Следующий Значит Некоторое Время назад Мне задали Такой вопрос А вот Если человек В течение Шести дней Ничего Не делал Лентяйничал Бездельничал Он может Войти В Шабат Честно Я завис Потому что Вот с такой Точки Зрения Я на Шабат Никогда Не смотрел Я В голове Прогнал Формулировку Заповеди И обратил Внимание Что начинается Со слов Шесть дней Работой То есть Заповедь О Шабате В первую очередь Побуждает Нас трудиться Совершать Какой-то Труд Я помню Когда я был Новообращенным Я тогда Работал В бригаде Со своим Отцом И У нас Была Пятидневка Суббота Воскресенье Выходной Но иногда Нас просили Выйти в субботу Я с таким Возмущением Выходил в субботу И внутри себя Роптал И аргументировал Это тем Что суббота Это же все-таки День отдыха Господь Меня знаете Как утешил Он сказал Но ведь в заповеди Сказано Шесть дней Работа И не пять Я успокоился И я спокойно Выходил на работу В субботу В воскресенье Отдавая Господу Потому что Тогда я ходил В христианскую церковь И там традиционно Мы собирались По воскресеньям То есть Смотрите Какой интересный момент Вот представьте себе Что В пустыне Еврейский народ Каждый день Должен выходить Собирать манну Вот если Человек Собирает манну По сути Он питается От того Что он сделал Своими руками Правильно Значит А если он Не хочет Работать У меня вопрос Он до седьмого дня Доживет До шабата Ну если Будет Красть То есть Походу Идея в том Что если Человек Не совершает Свой труд В течение Шести дней Находясь В пустыне Он остается Без пропитания Естественно Это ведет Неизбежной Физической смерти От голода Но если Он Таки действительно Совершает Свой труд То трудящийся Достоин пропитания И он доживает До шабата И он может Войти в шабат Значит Но есть еще Один интересный Момент Значит В Новом Завете Говорится О О конце времен Сказано Что они Успокоились От дел своих И вошли В его покой И дела Их идут Вслед за ними То есть Смотрите В глобальном Аспекте Шаббат Это Действительно Определенный Покой В который Может войти Только тот Кто совершал Божью работу На этой земле То есть Если Здесь В зале Присутствуют Люди Которые Сюда Приходят В субботу Вроде бы Отдавая Дань Господу Но в течение Недели Вы Не делаете Ничего Ради Господа А просто Живете Для себя То я Хочу Вас Предупредить Что вы Рискуете Не войти В его Покой По одной Простой Причине Что вы Не совершаете Тот Труд Который Он Предназначил Для нас Потому что Мы Община Имеющая Призвание И Мы Должны Совершать Определенный Божий Труд И горе Нам Если мы Этого Не совершаем Но При всем При этом Я вам скажу Что Знаете Как написано Что Божье Испытание Посланное Нам Оно Не иное Как человеческое И верен Бог Который Не попустит Нам Быть Испытываем Сверх Меры Но При этом Дает И облегчение То есть На самом деле Совершать Труд Божий Оно С одной Стороны Вроде Бы Как И нелегко Но При всем При этом В этом Есть И Укрепление В этом Есть И утешение И благословение И соответствующая награда Так что Я хочу Вдохновить Вас Чтобы Вы Действительно Стремились Войти В Божий Шаббат В течение Каждого Дня На неделе И в течение Всей Своей Жизни Чтобы Таки Войти